Прощенное воскресенье. Этот праздник считается у христиан очень добрым и светлым. В нем заключается одна из главных ценностей христианской религии, которая говорит о том, что нельзя отвечать злом на зло. Необходимо уметь прощать недругов, даже тех, которые нанесли вам сильную и глубокую обиду. Согласно старому русскому обычаю, в этот день православные ходят друг к другу в гости и просят прощения. Обращаются к священнослужителям, навещают родственников на кладбищах и также просят прощения. В Покрово-Никольском храме был совершен чин прощения. Нагорная проповедь Иисуса Христа посвящена прощению и обид. Именно этот канонический текст читается в праздничное Прощенное воскресенье на литургии. Суть Прощенного воскресенья в том, чтобы в период Великого Поста, который длится 7 недель перед Пасхой, войти с чистой душой и совестью. Надо отметить, что дата Прощенного воскресенья каждый год меняется. Она зависит от того, какого числа в текущем году будет отмечаться Православная Пасха и когда начинается Великий Пост. Вне зависимости от выпавшей даты праздника, в этот день вспоминается горестное событие, произошедшее на заре появления человека, изгнание Адама и Евы из рая. Прощенное воскресенье, помимо прочего символизма, призывает вспомнить, к чему человека может привести эгоизм и игнорирование простейшей просьбы о послушании. Это первый шаг к Великому Посту. И именно в этот день у верующих есть обычай просить прощения друг у друга за все видимые и невидимые обиды и стремиться помириться с враждующими. Это прекрасный повод начать Великий Пост с доброй, чистой душой и сосредоточиться на духовной жизни. Чин прощения совершается в память о древней традиции египетских монахов, которые перед наступлением Великого Поста до Пасхи расходились по пустыням, чтобы полностью отдаться молитвам. И так как в пустыне было очень много опасностей, то встреча перед постом могла оказаться последней, и монахи просили прощения друг у друга, как перед смертью. Со временем это стало традицией у всех верующих.